ничего барбос весь в клещах да это повернись покажи клеща смотри какой толстый у тебя прям на щеке покажи ты смотри еще один там он так мы вытаскивать будем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а YouTube не настолько много приносит, чтобы сильно шиковать Доска у меня была в запасе после покупки дома Разобрал сарай и вот так вот она у меня хранилась Но применить ее некуда было Она уже такая струхлявенькая местами Вот А сюда думаю она пойдет в самый раз Тем более доска толстая Я ее обработаю И найду ей применение Смотрите, друзья, как все покрывается зеленью Классно все Погода сегодня супер Кстати, вот Ромино строительство Кому интересно Переходите к нему на канал Будете следить За этим процессом Вот, друзья, первые две досочки Принес Сейчас время уже вечер Сегодня занимался Ну, в основном Полдня прозанимался своими делами Сейчас рабочий день Вот, у меня выдалось Свободное время Так, надо Осмотреться, чтобы не было клещей Хотя вроде Обрызгался У нас наступили Жаркие дни Температуру обещают До 25 градусов Сегодня вот Продержалось 20 Погода вообще теплая Сегодня приехал Буквально из-за того, чтобы Завести материал Привез немного Ну, как сказать Немного Больше даже Чем здесь кирпича И привез вот доски Вот Сегодня я ее, конечно Заскать не буду Время уже позднее Я уже Запарился За сегодняшний день Вот Перетаскал ее Поближе к ручью Там протекает Небольшой ручей Вот Чтобы ее не видно Было С дороги Ну и Завтра Надеюсь У меня все получится Приеду И хочу Все перетаскать Перетаскивать буду Кусочками Как Перетаскивал На пол Доску На пол На крышу Вот Я ее Перетаскивал Конечно С другого С другого Пути С другой Дороги Там маршрут Намного сложнее Я так думаю Много Подъема В горку Ну и так По Расстоянию Довольно Далеко Плюс Доска еще Была Тяжеленная Вот Это Пока у нас Сухие дни Она Была Накрыта Сейчас она Подсохшая Все нормально Кстати Я же Посадил Кусты Вот Всю неделю Думал Что с ними Как с ними Смотрите Друзья Вроде Все Приживается Это У нас Кустик Барбариса Но Вот Это Грыжовник Грыжовник Тоже Вроде Вроде Целый Весь Листики Свеженькие Так Также Также Посадил Малину Малина Смотрю Тоже Листья Виднеются Вот И здесь Вроде Тоже Вот Здесь Кстати Крапивы Много Не знаю Как Малина Справится С этим Вот Еще Я Оставлял Бутылку Сока Бутылку Березового Сока Я вижу Она уже Полная И она К сожалению Мутная Вот Так Вот Она Выглядит Сок Закис Идет Уже Не так Хорошо Сейчас Я Уберу Вот Ну А Тут Подкис Не знаю Ну Заберу Я Ее Нет Уже На дне Осадок И уже Запах Чувствуется Кислый Сейчас Взял ее Пес Бегает Довольный К сожалению Я ему Сегодня Ничего Не взял Все По-быстрому По-быстрому Вот На щеке Опять Клещ Сидит Кто-то Говорил Что надо Хоть Как-то Убирать Вот Ну Никак Не получается Не дается Не дается Вообще Рычит Езжит Не знаю Как их Убирать Кто подскажет Может есть Какой-то Способ Пишите В комментарии Так Ну и Посадил Вот здесь Вот Леточку Черной Смородины Вроде Тоже Нормально Себя Чувствует Сейчас Достану Кваску Жаркой Невозможно Достану Кваску Попью И Наверное Бутылочку Возьму С собой Домой Вот Ну а Завтра Надо Хорошо Потрудиться Принести Доски Не уверен Я Что Буду Что-то Делать Ну Хотя Кто Его Знает Возможно Уже Минут Десять Сижу Стуская Давление Ну Вроде Бо Все Сейчас Попробуем Это Я Делал С Черносливом И По-моему Виноград Еще Комары Одолели Вот В такую погоду Самое то Вот Квас Запах Чисто Чернослива Идет Сильно Газированный Не так Много Сахару Как Первую Бутылку Которую Мы Пробовали Вот Я думаю Хотя Сахар Я везде Ложил Одинаковое Думаю Что Вот Эти Ягоды Чернослив Изюм Они Видать Забирают Сахар Все равно Хотя Сами По себе Сладкие Ну Есть Такая Кислинка Ну Квас Как Квас Прохладный Хороший Квас Самое То Для Такой Погоды Самое Что Интересное Квас Из Березового Сока Очень Газированный Классная Штука Получилось Освежает Я Так Думаю Мое Мнение Вот С дрожжами Это Так Скать Быстрый Вариант Если Хочешь По Быстрому Попить Но Вот Сколько Ему Три Недели Прошло Как Я Сделал И Вот В Принципе В Принципе Он Уже Через Неделю Был Готов Ну Я В Сахару Побольше Положил Сахару 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 Продолжение следует... 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 есть маленький кармашек сверху большой кармашек спереди также снизу длинный такой карман у меня сюда вся крепежка от видеоаппаратуру уместилась также внутри есть юсб кабель можно бросить пауэрбанк ну и когда надо что-то прицепить вот есть такая штучка и отсюда можно подцепить usb разъем для зарядки телефона например вот и все вот так вот закрывается то есть дождем уже не намочить прошиты отлично сзади есть тоже внутри вот такой кармашек небольшой можно что-то не твердое положить рюкзак нравится мне вот и сейчас он никак кстати пригодился по мере возможности выезжать на мототехники самое то так что друзья кому кому интересно ссылочки обязательно оставлю в описании на магазины заказать всю продукцию можно магазинов на вал берез в озоне вот много чего есть у меня буквально весь ассортимент уже этой продукции пользуюсь и все нравится пес лежит отдыхает налил воды пить не хочет вот клещ один у него спал один еще болтается прям на губе кто-то писал залить маслом сейчас попробовал побороться с ним в общем друзья это бесполезно так что-то вытащить не знаю если была бы какая-то другая собака или собака можно сказать дикая вот приходит он сюда из-за еды естественно чтобы его покормили вот но так вот чтоб на месте он полежал его подержать не получается совсем заказал я о какой прилетел грызун смотрите упал кара еды вовсю летают уже древесины много сухой вот и у них сейчас пирушка началась заказал капли на холку почитал обзоры всякие на форумах вроде как самое эффективное средство это вот капли на холку либо ошейник но ошейник я что-то сомневаюсь что он будет его носить придут капли попробуем прокапать посмотрим какой будет эффект ну а сейчас я значит надо перетаскать всю доску и начать заделывать пол вот кстати друзья смотрите сколько папоротника прорастает где-то я слышал что вот из этих росточков готовят какие-то блюда возможно это не этот папоротник из которого готовят но похоже все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я весь насквозь... Вспоминаю, как таскал на пол доску. Это было нечто. Заодно сходил до машины, взял лопату. Хочу выкопать несколько кустиков папоротника и попробовать посадить около землянки. Посмотрим, как он приживется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот походу вот именно это и собирают, из него делают какие-то блюда. Я посмотрю информацию и, может, тоже что-нибудь здесь приготовлю. Ну вот так вот мной добытый папоротник выглядит. Сейчас рассажу по углам. Хочу вот здесь спереди посадить. И там вот, где большой камень. Ну и три штуки здесь по краю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, высадил. Тут кустик, там. И тут ещё. Сейчас пойду вот с ведром схожу за водой. Это ведро, в котором я пытался пожарить курицу. Курица в ведре. Вот сейчас схожу за водой, заодно полью кусты, чтобы водичкой им была. Ну и это всё пролью. Ну и посмотрим, приживётся, но нет. Есть ещё задумка. Нарезать ивы веточкой. И попробовать сделать живую изгородь. Но это ещё в планах. Так вот езжу, нигде не попадается ива. Такая, какая мне нужна. В общем, пошёл я за водой. Такая, что это необычая. все друзья полил прошелся все по чуть-чуть но полил таскать конечно воду тяжело вот есть задумка сделать вот в той стороне там идет овражек и он сырой выкопать там яму и сделать какой-то сбор воды вокруг чтобы дождевая вода копилась яму естественно чем-то проложить какой-нибудь пленкой вот есть канал где один человек это делал делал конечно в более масштабном объеме но мне буквально надо чуть-чуть воды поливать если вот и то мне кажется сейчас оно приживется должно само расти сейчас у меня как раз скипятился чайник на печке печку я протопил в землянке там уже тепло сейчас немного передохну может быть что-нибудь перекушу даже наверное сейчас открою бутылочку кваса так как жарко невозможно пёселю собаке миску налил воды не хочет немного дал ему перекусить вот лежит он только мух отпугивает миску решил я пообедать сегодня лапшой вот но с собой взял я сегодня гречневую кашу с говядиной вот такая вот банка коробка это с армейских сухпайков серёга привет но сегодня я ее есть не буду вспомнил что есть у меня пачка лапши вот решил приготовить чуть пожиже жиденького да так как собаки сегодня я ничего не взял отдам я и эту кашу сделал себе кофе как раз у меня хватило чайника запарить лапшу и залить кружку кофе ну кофе пока пить не буду она горячая и и так жарко еще в землянке натопил тут сейчас с открытой дверью в принципе хорошо и думаю достать бутылочку кваса ага ага это что у меня это 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 ну что вот такой вот запас у меня квасу больших бутылках это без дрожжей то есть это так сказать долгого брожения это на самые жаркие летние деньки но вот маленьких сейчас достану и попьем так сказать слабого брожения эту бутылку я уже по второму кругу ставлю вот которую с ромой мы выпили я остатки чуть-чуть густили отлил и залил снова березовым соком и добавил сахару кисленькая такая как знаю даже сравнить не могу ни с чем напоминает какую-то газировку но не столько сладкую на этот раз сахара положил поменьше но прикольно вот в жару вообще классно штука я уже для себя выбрал определенные так сказать рецепты и в следующий сезон я уже буду конкретно заготавливать по одному рецепту квас холодный классно кстати вот это вот идея с квасом точнее квас побудил меня на новую идею и наверное где-то летом вот там где он стоит я сделаю холодильник блин место классно под лежаками всегда прохлада а вот сейчас на улице 20 градусов квас вообще классный получается то есть если я это место закрою сделаю каким-то утеплителем чтобы температура держалась и не нагревалась от печки получится натуральный холодильник а если еще приносить какие-то дополнительные аккумуляторы холода то вообще будет класс так ну чё набросал немного доску прикинуть чудо как вот где-то надо подтесать бревно но в принципе должно хватить сейчас буду пилить пилить буду лобзиком взял с собой лобзик на аккумуляторной батареи вот так вот друзья получается тут чуть не угадал и лобзик все равно чуть уводит да и так всем как получилось сейчас получается буду вот эти вот делать перемычки ну и дальше по ходу и и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 вот остался буквально один рез и пол бы закончены в пилу я тоже посадил сейчас попробую она постояла может быть хватит что-то допилить и как назло не взял с собой не ручной пилы чем сейчас что-нибудь сделай была здесь вот такая пила и и конечно надо подточить развести чуть-чуть вот но больше вариантов нету буду сейчас допиливать этой все ребятки одолел эту досечку вот но попилил пилу на все-таки подправить чтобы была рабочая пила здесь а то вот так вот особо надеяться на аккумулятор тоже не дело вот это вот вечный вечный инструмент все приколачиваю ну вот такой вот у меня пол получился не идеально соглашусь особо в идеал я попасть и не старался делал чтобы было удобно в использовании ходить по нему нормально вот эти зазоры не будет держаться сильно грязь ну и вода будет стекать думаю получилось отлично теперь нужно выкладывать середину под костровое еще не совсем обдумал как это все будет вот но следующий шаг скорее всего будет перемычки по центру чтобы скрепить столбы основательно потому что они все равно еще качаются и чтобы делать крышу мне нужно будет лесенка лесенку придется как раз упирать на эти столбы вот и надо скрепить основание то есть сделать перемычки и уже от этого буду отталкиваться чтобы продолжать делать крышу сейчас по-быстрому прибираюсь убираю все вот эти обрезки всю щепу сложу все в кучу это уйдет на растопку печки чтобы здесь я был порядок ну все друзья на этом буду видео заканчивать вот пес тоже пришел попрощаться со всеми оценил мой пол сделал сегодня есть куда стремиться продолжать строительство все что задумано все сделал я доволен вот думал конечно будет нелегко с доской переправлять ее сюда но глаза боятся руки делают сейчас допиваю последний стакан кваса квас уже подостыл точнее наоборот согрелся стоял на полу но в принципе такой прохладненький хорошо рюкзак я уже собрал все почистил прибрал везде порядок и можно отправляться до машины всем друзья спасибо кто досмотрел это видео до конца пишите свои комментарии все обязательно читаю отвечаю по возможности всем пишите пожелания чем можно обработать доску следующими шагами буду пока еще не выложено основание под костровое буду обрабатывать доску ее зашкуривать как-то скорее всего болгаркой как обрабатывал стул вот ну и чем-нибудь мы ее сверху покроем с вами чтобы было все красиво а на этом все спасибо всем за просмотр и за ваши комментарии буду читать ну а я буду допивать квас и отправляться до дому всем добра здоровья удачи отличного лета мира над головой и всем пока до новых встреч я буду ждать Продолжение следует... Продолжение следует...